Падение выручки на 90% произошло в связи с запретом на посещение ресторанов и прочих заведений непривитыми гражданами. Печальную статистику констатировали в Москве уже в первые дни после объявления ограничений. Какими последствиями это обернется для российской экономики, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Теперь, чтобы пообедать, нужно предоставить специальный QR-код, подтверждающий отсутствие COVID-19 или приобретенный естественный иммунитет против вируса. Нет, это не фантастический фильм, а суровая реальность. С 28 июня в Москве вступили в силу новые ограничения против распространения коронавируса. В первый же день количество посетителей сократилось до критической отметки, что не могло не ударить по положению местных бизнесменов. Несмотря на то, что доля общепита в экономике не так велика, это все равно может повлечь за собой серьезные последствия. Проблема заключается в том, что многие такие заведения просто вынуждены будут закрыться, а это будет означать, что люди окажутся без работы, без зарплаты, без средств к существованию. Вот это будет действительно серьезной проблемой. И это вызовет большой всплеск безработицы, напряжение на рынке труда, ну и все, что из этого вытекает. На следующий день после объявления новых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер поддержки пострадавших предприятий. Среди них отсрочка по уплате арендных платежей, субсидий и льготные кредиты. Но эти меры действенны максимум несколько месяцев. Дольше не выдержит ни один бюджет. Скорее всего, многим людям, которые были задействованы в данной индустрии, просто придется переориентироваться на другие виды занятости, искать себя где-то в чем-то в другом. Боюсь, что никакие временные меры поддержки, они не смогут поддерживать существование бизнеса, не имеющего клиентов в течение длительного времени. Игорь Кох отметил, что экономика ни одного региона не готова к подобному сценарию. Особенно в крупных городах, где доли организаций, предполагающих массовое количество людей, очень высока. Диана Желенкова, Универньюс.